Мы с мужем были на грани развода. Почему? Неопределенность, что будет завтра, за что жить. Ишла смашка, я говорю, слезы градом, че под машину кинуться, вот просто уже чтоб не видеть все это, покончить жизнь самоубийцами, то есть уже доходит, как вы понимаете, в мозгах уже иногда доходишь до вот этого. Слава Богу, что опять та же Лариса волонтер посоветовала идти на станцию Харьков, те волонтеры направили сюда, что я как бы имею крышу над головой. У меня такие обстрелы, честно, было такое, что я мужу скинула смс, не знаю, есть ли она там в телефоне, чтобы показать, что я с ним прощалась. Девочки, пропустите с ребенком. С ребенком пропустите. Вот моя паспортная, вот оригиналы, вот здесь государство за нас не думает, хоть частные лица. Так мы все время выходим. Спасибо вам большое за помощь. Обуви у меня у ребенка не было, взять ее негде было, даже на том секунде, но нет, на него не могу подобрать узкие, широкие, и купить не за что. В итоге что? Двустороннее воспаление легких у Жени, у сына моего, 12 лет, мальчику, вот, ну, с дырявые сапоги, представьте, вот. Ну, а теперь лежит на данный момент в 24-й больнице с сердцем на кардиологии, потому что воспаление дало осложнение на сердце. Мы сегодня уже с ним виделись два раза, да? Да. Моя кисечка, моя лапушка, салют. Ну что? Так, жуйки, не знаю, взяла, такое не такое, сок в воду забыла. Опять этот, потому что он дешевый. Мама уже когда узнала, мама одевала пакеты целлофановые, сверху носки, потому что купить не за что было, да? Это просто ребенок, который находился в состоянии стресса, перенес пневмонию, то есть это инфекционное заболевание, он ослаб, так скажем, по-простому. Они все находятся в состоянии стресса или, ну, как бы, выхода из стресса. Но мы обязательно с ними разговариваем и, ну, немножко обсуждаем эту тему и говорим, настраиваем на позитивное отношение. Мне легче в школу походить, чем в больнице. Я в школу хочу. Мне скучно. Тем более у меня понедельник, день рождения. Моя сыночка. Понедельник, день рождения. Только не плачь. Не плачь. Сыно, о, здрасте. Я сначала искал работу по предприятиям, по заводам. Получилось у меня перейти с Дебальцева сюда переводом. И меня взяли сюда сварщиком. Я поначалу просыпался среди ночи. Или машина звизнула, или сосед сверху стукнул по потолку. Все, бомбежка. Встал, газа в потолок. А, фу, все, подожди, я в Харькове. Все-таки вы сами видели, что такое ромашка. В шестером в одной комнате. Туалет в соседний корпус. Вода в соседний корпус. Действительно с нуля ни кружки, ни ложки, ни гармошки. Есть такая Черноглазовка. Раньше там касса работала. Раньше жилое помещение было. Сейчас это все стоит, ну, как бы, целое, но никто не живет. Был я в профсоюзе. Ну, как бы, этот вопрос будет решаться. Вот эта Черноглазовка, Черногоровка, не знаю, ну, например. Я даже не видела, что, честно, я даже не видела. Это как бы все слухи, может, там совсем где-то глушь. Меня это не интересует. Мне самое главное, что там я могу распахать землю. Я в городе, я сельская баба. Я не могу жить в городе. Конечно, лучше где-то сельская местность, где-то под Харьков. Чтобы я могла завести себе корову, троих быков. Косить я сама умею, кашу на раз-два. У меня мурашки по телу, когда я представляю, что закроют этот проект. Вот я представляю, закрываю глаза, представляю, куда я пойду. Вот открытое небо, куда я пойду.